Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Судя по слухам, Аарай Чебанян, который изначально ухаживал за Лизой Трианда Фелиди, уже зажигает на острове с Сашей Шева. Ведущие на острове отправили в отель без камер Фила Костробова, Сашу Шева, Алексея Купина и Лизу. Майя Донцова ревнует своего молодого человека и сильно переживает. Катя Кузнецова, несмотря на то, что рассталась с Филом, тоже переживает. Ребята на поляне считают, что между Филом и Катей еще остались чувства и страсть. Виталий Малышев и Алиса Литинская уже в Москве. Алиса летит в Симферополе к своим родителям, которые, к слову, против ее отношений с Виталием. Мэри Кулешова рассказала подписчикам про расставание с Саймоном Морданшиным. «Я была уверена, что мы будем отличной парой, без ссор и скандалов. Конечно, можно все вернуть и попробовать еще раз. Очень хочется подойти и обнять его крепко». Саша Черно намекает на свадьбу Иосифу Аганесяну. «Но Иосиф еще не готов. Свадьба – это ответственный шаг», – пишет он. «Давать какую-то надежду Саше я не буду». Марина Африкантова каждые выходные встречается с Машей Кахно, которая недавно покинула дом 2. Рома Капаклы рассказал, как тяжело Маша переживает уход с проекта. Ему жаль девушку, но ее звонки Марине в 3 часа ночи кажутся ненормальными. Рома уверяет, что Кахно не хочет жить. Марина все ее слова воспринимает в буквальном смысле и сильно расстраивается. Участники проекта делятся фотографиями с недавних съемок Хэллоуина на проекте. Татьяна Африкантова примерила образ ведьмы. На доме 2 обсуждают Олю Рапунцеля, Диму Дмитренко. Якобы Дима настаивает на том, чтобы был проведен ДНК-тест. Мама Димы уверяет, что эту тему раскручивает руководство проекта. «Все это придумано, Дима вообще не в курсе проектных тем. Хватит пиариться на моем сыне», – пишет Людмила Дмитренко. Ольга Орлова намекнула на нетрадиционную ориентацию своего бывшего стилиста. Она написала, что у Кати Жужи не может быть никакого романа с Евгением Кривенко по понятным причинам, как и у самой Ольги. Вероятно, что Жужа просто помогает ему с пиаром. Женя Феофилактова познакомила своего сына со своим новым избранником и его ребенком. Ее нового ухажера зовут Давид Аванесян, ему 31 год, он армянин, разведен, бывшую жену зовут Светлана. Данные Федеральной службы судебных приставов говорят о том, что у мужчины есть серьезные долги. Это десятки неоплаченных штрафов в ГИБДД, а также непогашенный долг по кредитным платежам. Муж Ксении Бородиной и Курбан Амаров сменил имидж. В сети ходит очень много слухов о том, что он злоупотребляет спиртными напитками. Ксения Бородина заступилась за мужа, она заявила, что он не пьет, за исключением редких случаев. Она сказала, что ее семья своего папу в обиду не даст. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.